Вот первое, можете записать, да, спрашивать, что мой сон хотел мне сказать. Какое послание, жизненное послание у моего сна, да? Первое. Второе, обязательно рассказывайте сны. Рассказывайте сны. Почему? Потому что в процессе рассказа сна своего вы повышаете, у вас будут инсайты, озарения. Вы проживаете, катарстически, эмоционально проживаете эту ситуацию, выходит энергия, будут открытия, будут обнаружения интересных связей и перепроживания. Это сразу дает плюс 80 к осознанности. Вы начнете замечать, как это помогает. Поэтому проговаривание будет очень помогать. Найдите человека, которому с утра, за завтраком вы будете рассказывать все свои сны. Так, как интересно, Игорь, спасибо, да, 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 пожалуйста, после смерти родителей стали сниться сны, что мне некуда идти, дикое чувство одиночества. Ну, собственно, тут все понятно, потому что вы столкнулись с этой темой, видимо, в этой теме можно надолго зависнуть. Считается, что нормальное горе, оно проживается до года, а потом начинается патологическое горе уже. То есть, когда, ну, там, после смерти самых родных людей, то есть, ну, несколько месяцев жить в этом – это нормально. То есть, несколько месяцев будут повторяющиеся сны, там, да, если про потерю – это даже нормально. Вот, главное, чтобы это на года не растягивалось. Дальше, что делать со снами? Смотрите, у кого не снятся сны? Таких людей не бывает, у всех снятся сны – вопрос. Игнорируем, не запоминаем, не хотим сталкиваться. Тогда, как работаю я и как работают психологи в таких случаях? Клиент приходит и говорит, блин, мне не снятся сны. Хочу. Хорошо. Я твой сон. Поговори со мной, спроси, почему я тебе не снюсь? И вот, те люди, которые не снятся сны, но они хотят видеть сны, поговорите со своими снами, теми, которыми не снятся вам. Спросите у них, представьте, вот что вот к вам пришел ваш сон. Спросите его. Поменяйтесь ролями, станьте этим сном и расскажите своему хозяину, почему вы не снитесь. Вот здесь проявите спонтанность. Вот весело, да, забавно, очень по-детски, но я обещаю, что будет интересная глубина для себя. Вот, потому что мозг это все равно делает. Мозг все равно интегрирует информацию, обрабатывает, образы дает. Но почему мы их не запоминаем? Вы прекрасно знаете, что вот буквально просыпаешься, можешь помнить несколько секунд. Вот кто-то что-то спросил, повернулся, так, а что снилось? Что-то же снилось, и уже не можешь вспомнить. Очень быстро забывается, особенно когда с этой информацией, ну, очень сложно сталкиваться эмоционально. Какая-то такая тяжелая информация. Вот. Сон из детства. Ночью в дворе дома выскочил мужчина молодой и ударил меня в сердце. Проснулась от ужаса. Сильно колотилось сердце. Ну, да, про страх, про агрессию, понятно, что там, надо бояться каких-то мужиков, видимо. Какое послание у сна? Вы давайте уже, что это, напишите сон, скажите, мне кажется, послание у сна такое-то, он, мой сон, мне хочет сказать. Вы поймите, что вам будут сниться те образы и те картинки, которые соответствуют вашему опыту, их значению в вашем опыте. И, соответственно, то, как мозг заархивирует эти картинки, какие образы вам даст. Это говорит о том, как он, какие выводы он сделал, в какие ячейки памяти их положить, к каким событиям присоединить в вашей жизнь. Там, где мужики опасны, например, да. Вот, и тогда, чтобы вернуть сны, можно с ними поговорить. Ну, а вообще, самый простой сон вернуть сны, это говорить клиенту так. Значит, утром кладешь рядом с собой блокнот, карандаш, ручку, и вот утром встаешь, глаза открываешь, и голову с подушки не убираешь, пока не запишешь.